Ивангельское чтение Сегодняшнее Евангелие – это продолжение темы встречи человека с Богом, темы встретения. И сегодня мы слышали, как грешная душа встретилась с живым Богом. И эта встреча поистине была встречей ожидаемой, встречей долгожданной. Потому что Закей – это человек, который в народе считался грешником, который сказали бы в народе, что его место вообще в аду. Потому что он был начальником налоговой полиции того времени, большого города Эрикона, который являлся вторым по значимости после Иерусалима, большим паломническим центром, через который проходили тысячи и тысячи паломников. И Закей возглавлял не просто налоговую полицию, а он был начальником сборщиков ходатей, которые собирались для римской власти, для оккупационных властей, можно так сказать. Если сравнивать его и переводить на наши реалии, то это примерно человек, такой чиновник высокопоставленный, коррупционер, которому каждый день заносили крупные взятки и большие деньги, а заносили, потому что он требовал этого, иначе были бы проблемы у этих людей с римской властью. Это человек, который был очень богат. Это можно сравнить с теми нынешними делами, которые вот мы смотрим и видим, но золотой унитаз у кого-то, хоромы и там и сям, и на Мальдивах, и офшорные счета в банках, огромные деньги, и человек не знает, куда их деть, эти деньги. И когда мы смотрим по телевизору, что выносят набитые сумки деньгами или поддоны с деньгами, и мы всегда думаем, ну куда же тебе, дружок, столько нахуй, ты же с собой это все не унесешь. Но вот такая болезнь, действительно, болезнь духовная, когда человеку все мало, и единственная проблема, которая у него существует, это куда эти деньги посетить. Куда их вложить, что на них купить, одна проблема есть. И вот Закхей был таким человеком, он был очень богатым. Богатство его было, конечно, неправильно. И он это понимал. Но в чем его, можно сказать, счастье этого Закхея? В том, что, имея такие богатства, он понимал, что душа его недовольна, что что-то внутри, в душе, в глубине не устраивает его жизнь, что он хочет каких-то иных богатств, иных ценностей, которые являются нематериальными ценностями. И вот эта жажда, этот поиск его привел к Христу, привел его к Богу. Он слышал, что есть какой-то проповедник, вокруг которого собираются люди, и его Слово, сказанное, меняет людей, преображает людей, заставляет их поменяться. И что его Слово настолько живительное, что грешники становятся праведными, каятся в своих грехах. И вот он, его жажда вот этого духовного, жажда Бога, она перевесила на живу вот эту жажду материальных пола. И мы видим, почему это происходит. Мы видим, как это происходит. И показателем того, что жажда духовная в нем была больше, чем жажда материальной на живы, оно видно в том, что, когда он услышал, что в Иерихоне идет, где-то идет этот самый Иисус, идет этот проповедник, идет тот, кого называют Мессией, Машехом, посланником Божьим. И он залазит на дерево, потому что он возрастом мал, то есть был маленького роста. И он не смог поступить бы к нему, потому что толпы окружали их, как Господь. Желая услышать Его Слово, прикоснуться к Нему, увидеть Его. И вот эта жажда духовная заставила этого человека залезть на дерево, чтобы увидеть Христа. И он не думал о том, что о нем скажут люди, потому что, ну вот, представьте себе чиновника, высокопоставленного, который лезет на дерево. Конечно, на них будут смеяться, конечно, на него будут показывать пальцы, и говорить, что он сошел с ума. Но ему было все равно, что о нем сказали. Было все равно, как на него посмотреть. Он полез на дерево самой, только в сеть. Увидит Господа. И когда Господь проходил мимо этого дерева, то он обратился к Закееву по имени и сказал, Закей, слезь с этого дерева. Сегодня мне надо бы на быть в твоем доме. И Закей с радостью слез с этого дерева и пригласил Господа в свой дом. И когда Господь был в его доме, то этот Закей встал посреди всех и сказал, «Я, кого чем обиден, я возвращу в четверг, и до полымения своего раздам нищему». И Господь говорит, «Ныне спасение дому седьмому быть, ибо и сей Закей есть сын Авраам». И вот это вот действительно спасение, которому мы все свидетели, читающие Евангелие, оно произошло не каким-то внешним образом, оно произошло потому, что этот Закей искал, жаждал, его душа иссохлась по благодати Божьей. У него были все блага земные, но не было главного сокровища, которое единственно важное для человека. Это Господа Бог. И он его обрел, и Господь вошел в его сердце и изменил его, он очистил, преобразил его. И свидетельством тому являются вот эти слова Закей, готового прямо сейчас, не откладывая, начать новую жизнь. Бросить все свое награбленное, нажитое, потому что он обрел такое сокровище, больше которого нет ни на земле, ни на них. Сегодняшние Евангелия, другие братья и сестры, нам показывают, как Господь спасает человека. Не какими-то внешними правилами установления, постановления, а изнутри человек, который принимает Господа Бога, Его слова оживительные, он изменяется. Человек преображается изнутри и обретает такую силу, силу Божьей, которой он способен противостоять грехам, способен противостоять страстям, способен стать храмом Духа Святого. Мы знаем, когда подходили ко Христу, пытаясь спасти своей собственной правительностью, и да, мы не считали богатым югом, который, подойдя к Богу, не видя его перед своими глазами. И Господь говорит, что богатому трудно войти в Царство Небесное. Легче верблюдов пройти через глина и пушка, чем богатому войти в Царство Небесное. Но вот он богатый тоже человек. Не просто богатый, еще и неправильный богатый. Сумасшедший богатый, огромный, несмертный имея сокровища. Закхей. Я думаю, что богаче него был только, наверное, какой-нибудь там царь Ир. И вот он, оказывается, входит в Царство Небесное. Богатый ходит. Почему ходит? Почему тот не входит, а этот ходит? Да потому что невозможное человеком возможно Богу. Потому что тот человек, который ищет Бога, не своей личной правильности, а Бога ищет, то он становится самым богатым человеком, духовным. И он, будучи богатым материальным, может войти в Царство Небесное. Потому что для него богатство Небесное намного больше, несравнимо больше с любыми земными богатыми. И вот сегодняшнее Евангелие нам говорит, что всякий человек, и богатый, может войти, если только он ищет, прежде всего, Царствие Божие, а все остальное приложится нам. С праздником Всехов, дорогие братья и сестры. Субтитры создавал DimaTorzok